Что связывает соловецких монахов О полезных свойствах водорослей жители Русского Севера знали с древнейших времен И поморы, и соловецкие монахи использовали эти растения для еды и изготовления лекарств В начале 20 века водоросли привлекли внимание Петербургской академии наук Ученые смогли добыть из них йод, крайне необходимый в условиях Первой мировой войны В 1918 году на берегу Белого моря создается йодный завод Который со временем превратился в архангельский водорослевый комбинат Предприятие росло и вскоре стало местом притяжения ученых Которые открывали новые свойства подводных растений В 1934 году здесь впервые получают агар Его до сих пор используют в рецептах мармелада, желе и супле птичье молоко Такой вот сладкий факт Комбинат не останавливал работу даже в годы Великой Отечественной войны Фукус и Ламинария спасали жителей блокадного Ленинграда от голодной смерти После войны в 1948 на комбинате открывается первый и единственный в СССР альгинатный цех Уничтожение микробов, улучшение работы кишечника и укрепление иммунитета Вот лишь часть огромного списка полезных свойств альгинатов А в 1986 году водоросли помогли преодолеть последствия чернобыльской катастрофы Ученые выяснили, что альгинат натрия умеет выводить из организма соли тяжелых металлов и радионуклидов На основе альгината натрия были разработаны первые образцы биодобавок Которые и сегодня применяются для очистки организма Архангельский водорослевый комбинат добывает водоросли только вручную Не нанося вред природе и не нарушая экосистему искусственным выращиванием и грубой техникой Как это принято в других странах Ежегодно с мая по октябрь команда сильных и выносливых мужчин Направляется к плантациям для сбора урожая Фукусы растут в прибрежной зоне, прикрепляясь к камням На Белом море их добывают во время отлива граблями с лодок Или собирают вручную выброшенные на берег Для сбора морской капусты заготовители выходят в море на карбасах И с помощью шеста скосой срезают водоросли на глубине 5-6 метров Собранные водоросли развешиваются и сушатся под солнцем и ветром После этого их отправляют для переработки на комбинат Где они обретают новую жизнь в виде фармацевтических препаратов Косметических средств и полезных пищевых продуктов Сегодня Архангельский комбинат Единственное водорослевое предприятие страны С налаженными линиями производства и оригинальной продукцией из фокуса и ламинария Здесь создают изделия медицинского назначения Биологически активные добавки Функциональные продукты питания И косметические средства по уходу за лицом и телом Не зря продукция на основе архангельских водорослей Стала любимым сувениром среди туристов региона Архангельские водоросли Более 100 лет для здоровья и красоты